Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире с обзором событий прошедших 7 дней в эфире программа Спортинформ. С вами Сергей Мисурагин и мы начинаем. Первые областные соревнования по пулевой стрельбе на призы председателя областной структуры ДОСААФ финишировали в городе над Виной. Турнир был посвящен 85-летию образования Витебской области. Это пилотный проект, который вместе реализуют главное управление по образованию областполкома и областная объединенная организационная структура ДОСААФ. На первом этапе, а всего запланировано три тура соревнований, выступают команды школьников областного центра и Витебского района. Все они любители впервые принимают участие в настоящих стрелковых сериях и борются за кубки и награды. Дети будут стрелять из положения стоя. Будут стрелять три пристрелочных, пять зачетных выстрелов. Команды у нас все новые. В первый раз они участвуют в подобных соревнованиях. Чтобы немножечко соревнований как-то разнообрать, делать их не только спортивными, для всех учащихся будут организованы еще познавательные и учебные мероприятия. Будут посещать Витебский патриотический центр товарищей по оружию и выставку стендовых моделей. Много раз я участвовал в соревнованиях, не только как областных, городских, но и республиканских. Результаты были разные, так же и как и первые места, ну где-то похуже, занимал и разряд. Часто я участвовал в соревнованиях «Снежный снайпер». Там надо проехать на лыжах и стрелять. Уже третий год я попадаю 10 из 10 по мишеням. Ну тренировались мы, может, неделю стреляли стоя. На втором этапе соревнований, который пройдет в мае, на стрелковый рубеж выйдут школьники городов и райцентров северного региона. А в сентябре свою огневую подготовку продемонстрируют специалисты Витебской областной объединенной организационной структуры ДОСААФ. Открытое перенство Витебской области по теннису собрало в Витебске более 70 спортсменов. Они разыграли медали в трех возрастных группах. Борьбу на корте вели 12, 14 и 16-летние юноши и девушки. Тренеры и специалисты рассматривали этот старт как один из этапов подготовки к перенству Республики Беларусь. Соревнования в мае пройдут в Минске. Поэтому турниру в городе Надвиной не обошли стороной и теннисисты из Могилева, Гродно, Лиды, Барановичей и столицы. Каждый участник накануне ответственных стартов хочет получить как можно больше соревновательной практики. Мы идем на уступки каждому спортсмену, каждому тренеру. Мы подстраиваем под них расписание, мы их приглашаем, мы проводим на очень высоком уровне все соревнования. И участники соревнования довольны приезжать к нам, поэтому очень рады, что он приезжает. Мы каждого игрока, каждого представителя города, мы ценим их, ждем. И они к нам приезжают в каждый турнир. Здесь достаточно хорошая организация. Поверьте, мы много где катаемся. И здесь очень прилично все по расписанию. Мы не ждем. Ну, это что касается самого турнира. Вообще город у вас красивый, если честно. Соревнования в областном центре проводились в течение пяти дней. Следующим стартом для витебских спортсменов станет открытое перенесство города Витебска, которое пройдет в середине апреля. Поразить мишень. Витебске завершилось. Перенесство области по пулевой стрельбе в программе Олимпийские дни молодежи. Борьбу на огневом рубеже вели юноши и девушки 2005 года рождения и младше. Всего около 60 спортсменов. Они представляли Витебское училище Олимпийского резерва с Дюшор номер 3 областного центра, с Дюшор Динамо и Ушачскую спортивную школу. За несколько дней соревнований каждый спортсмен сделал около 200 выстрелов. Победители представят Северный регион на Олимпийских днях молодежи Беларуси, которые в конце апреля пройдут в Бресте. На республиканских соревнованиях выступаем достаточно успешно. Есть молодежь на сегодняшний момент перспективная, с которой можно работать на данный момент. Есть ребята, которые, скажем так, на долгосрочную перспективу. Шансы есть всегда. Наша задача, самое главное, это готовиться, спокойно трудиться, выполнять поставленные задачи, сохранять спокойствие и полностью выкладываться на тренировку. Сезон начинается довольно успешно. Есть места призовые на республиканских соревнованиях. Новые рекорды поставлены на предыдущих соревнованиях. Это стрельба из пневматической винтовки, это стрельба из трех положений, достанется 50 метров. Ну и в целом есть дальше перспектива тренироваться и покорять новые вершины. В составе сборной Юрьевской области на республиканских стартах выступит 15 стрелков. Два года назад наши земляки стали четвертыми в общекомандном зачете. В прошлом году были только пятыми. Сейчас стоит задача улучшить личные результаты и как можно выше подняться в итоговом командном протоколе. Первое общекомандное место на Кубке Белорусской Федерации Биатлона завоевали стреляющие лыжники Витебской области. В соревнованиях, финальный этап которых прошел на лыжероллерной трассе в городке, приняли участие около 300 спортсменов из всех регионов страны. Они разыграли медали в четырех возрастных группах. Биатлонисты Северного региона захватили лидерство с первых гонок. В итоге наши земляки на 350 очков опередили команду Минской области, которая завоевала второе место. Это огромный отрыв. Среди лидеров Витебской дружины нужно отметить Александра Можаева, Василия Вострякова и Анну Зариксон, которые по итогам всех этапов были в первой тройке. Рекордное количество команд, 28 коллективов, собрал в Витебске международный турнир по мини-футболу среди работников энергетической, топливной и газовой промышленности. Соревнования посвящены Году мира и созидания. Мини-футбольные баталии на несколько дней объединили работников разных профессий и возрастов. Соперники определили сильнейших в ветеранском и молодежном турнирах. А конкуренцию белорусским дружинам составили представители Кольской АЭС Российской Федерации. Люди хотят общаться, люди хотят помогать друг другу. Ну и самое главное сотрудничать и в экономическом плане, и в политическом. И делать все, чтобы на нашей земле был мир и созидать. В этот раз одна команда ветеранская. Молодежь не получилась собрать, начался ремонт на Кольске Атомной. И большинство просто народу не отпускают, к сожалению. Удержать всегда тяжелее. Победители настраиваются с повышенным рвением. Ну а пусть победит сильнейший. Отдавать просто так первое место мы не будем. А пусть получится, у кого лучше получится, тот и победит. В турнире ветеранов в финальном поединке сошлись представители команды Белорусской энергосистемы и Атомной электростанции. На этот раз фортуна была на стороне первых. А в молодежном турнире впервые за 29-летнюю историю проведения соревнований победу праздновал коллектив витебских энергетиков, который в серии послематчевых пенальти одолел сопротивление своих столичных коллег. Футбольный клуб «Нафтан» проведет первую домашнюю игру в нынешнем чемпионате. АФК «Витебск» пропустит стартовый тур в первой лиге. Баскетбольный клуб «Рубон» сыграет последний матч гладкого розыгрыша. А гонбольная команда «Витебщенко» продолжит выступление в национальном чемпионате. Сначала о представителях игровых видов спорта. В пятницу 31 марта в рамках второго тура чемпионата Беларуси по футболу Новополоскин «Нафтан» проведет домашний поединок против Гомеля. Подопечные Юрия Пунтеса неудачно стартовали в розыгрыше. В выездном матче уступили Солигорскому «Шахтеру» 1-2. Сейчас есть шанс реабилитироваться в глазах своих борельщиков. Суббота стартуют розыгрыши. В первой лиге чемпионата страны футбольный клуб «Витебск» его пропустят. А команда «Орши» на выезде сыграет с Могиловским «Днепром». Идем дальше. В субботу на площадку выйдет и баскетбольный клуб «Рубон». Витебские «Гулливеры» проведут последний матч гладкого чемпионата. На домашней арене подопечные Руслана Байдакова примут гомельских рысей. В противостоянии с этой командой рубоновцы неизменно берут верх. В эти же сроки в Гродно пройдут Олимпийские дни молодежи Беларуси по баскетболу. Отношения выяснят юноши 2006-2007 годов рождения. Аналогичный турнир только по волейболу будет проводиться в Минске. Здесь также лидерство оспорит 16-17-летние юноши. А сейчас несколько слов о гандболе. В субботу 1 апреля гандбольная команда «Витебчанка» на своей площадке померится силами с БНТУ. Шансы взять верх над фаворитом у наших землячек минимальны. И тем не менее, простой прогулкой для столичной команды этот матч не станет. И завершен он соревнованиями, которые примет областной центр. 30 марта здесь стартует чемпионат Витебской области по прыжкам на акробатической дорожке. Недавно в городе Надвиной финишировало переинство страны, где выступали самые маленькие гимнасты. Сейчас специалисты получат возможность увидеть выступления уже настоящих мастеров. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя, наслаждайтесь наступающей весной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова